Всем привет! Сегодня я расскажу вам о том, как собрать настоящую работающую солнечную батарею из светодиодов. Да, не удивляйтесь, именно из светодиодов. Многие из вас, наверное, задавались такой мыслью, слабо сделать из светодиодов солнечную батарею или нет. Многие, наверное, даже попробовали, но, потерпев неудачу, отказались от этой затеи. Дело в том, что площадь ПН-перехода, которая подвергается солнечному облучению, в излучающих светодиодах крайне мала. Но, несмотря на это, она при облучении все-таки генерирует электрическую энергию. В первых своих опытах я пытался зафиксировать электричество от светодиодов при помощи стрелочного вольтметра. Мой старый тестер, к сожалению, для этого мало подходил. Давайте попробуем измерить хоть что-нибудь на вот этих матрицах, которые используются вместо лампочек. Как видите, стрелка даже не колеблется. Но на самом деле, на вот этих излучающих матрицах, даже при таком освещении, возникает достаточно большая АДС. Обнаружить ее мы можем, используя более современный вольтметр с цифровым таблом. Надеюсь, так вам будет хорошо видно. Давайте посмотрим, сколько может сгенерировать при данном освещении светодиодная матрица. Как видите, хоть и небольшое напряжение, но на ней присутствует. Со второй матрицей мы проведем аналогичный эксперимент. Значения отличаются, так как характеристики светодиодных матриц не могут быть одинаковыми. У меня не было достаточно светодиодных матриц на 12 вольт, поэтому я использовал для своих экспериментов одну матрицу из прожектора на 30 вольт. Она дает примерно те же самые значения по генерации АДС. Ради интереса могу показать, что даже вот такой маленький светодиод может генерировать АДС. Я расположу его куполом к окошку. Как видите, АДС есть. Конечно, меньше, чем в матрице, но вполне достаточно для того, чтобы зафиксировать прибор. На просторах Ютуба можно встретить немало роликов, в которых экспериментаторы делают измерения светодиодных матриц, пытаясь отфиксировать их токи, напряжение. Многие даже пытаются собрать реальную солнечную батарею и приборами показывают, сколько выдает она вольт, милливатт, микроампер. Самые популярные каналы часами рассказывают о том, что светодиодные матрицы в качестве генератора электричества использоваться не могут. Делают измерения, показывают, рассуждают, но не идут далее. Измерить приборами ЭДС светодиодных матриц удалось многим, а вот запитать хотя бы маленький светодиод так, чтобы он светился, пока что не удалось никому. Я решил эту задачу, и сегодня я покажу ее вам. Итак, давайте соберем реально работающую солнечную батарею из светодиодных матриц и запустим маленький светодиод. В моем распоряжении две светодиодные матрицы на 12 вольт и одна светодиодная матрица на 32 вольт. К сожалению, одинаковых у меня не было, поэтому использую то, что могу. Все светодиодные матрицы хорошо генерируют ЭДС, но при этом обладают крайне малыми токами. Тем, кто помнит школьный курс физики, наверняка это задача по плечу. Чтобы увеличить ток, надо увеличить количество параллельно соединенных элементов. Что мы сейчас и сделаем. Я возьму матрицы и размещу их на кусочки линолеума. При этом соединять я их буду параллельно. Напряжения вполне будет достаточно для того, чтобы засветить светодиод. А вот ток, чтобы поддержать это свечение, мы получим с помощью параллельного соединения. Я прикрутил провода от матриц к проводам светодиода. Разместил его в отражатель, так как свечение будет достаточно малым. И чтобы его зафиксировать на камеру, надо будет приглядеться. А теперь я подключаю дополнительные источники микротока. То есть мои светодиодные матрицы. Если кто не помнит, соединяя последовательно питающие элементы, мы увеличиваем напряжение. Соединяя параллельно ток. Напряжения в светодиодных матриц вполне достаточно. А вот ток мизерный. Сейчас я аккуратно раскреплю все это на кусочки линолеума и покажу вам, что произойдет. Итак, наша импровизированная солнечная батарея из светодиодных матриц готова к полевым испытаниям. Освещения в комнате явно недостаточно для того, чтобы наш светодиод начинал светиться. Поэтому я пойду на балкон. Итак, я расположил нашу импровизированную солнечную батарею на Солнце. Давайте посмотрим. Хоть и едва заметное, но явное зеленое свечение светодиода видно, наш эксперимент удался. Для самых любопытных я сейчас покажу значение ЭДС, которое выдает солнечная батарея под прямыми лучами Солнца. Надеюсь, вам хорошо видно. Это почти 5 вольт. Ток, конечно, мизерный. Но на Солнце тока хватает даже, чтобы сдвинуть стрелку стрелочного вольтметра. Вот значение ЭДС. Этого вполне достаточно, чтобы зеленый светодиод не ярко, но все-таки светился.